16 марта 1919 года неожиданно умер председатель в ЦИК и формальный глава советской России Яков Михайлович Свердлов. На тот момент ему было всего 33 года. По официальной версии, молодой большевик умер от испанского гриппа, который он якобы подхватил, возвращаясь в Москву из Харькова. 8 марта он вернулся в Москву, 9 было объявлено, что он тяжело болен, а 16 марта Свердлов скончался. Испанка действительно свирепствовала в 2019 году и была очень заразная. Однако странность болезни Свердлова в том, что кроме него в Кремле больше никто испанкой не болел. Но самое главное, в документах Российского государственного архива описана совершенно другая история смерти Якова Свердлова, но об этом чуть позже. В отличие от Ленина и Троцкого, Свердлов не произносил пламенных речей, не объезжал фронты в бывших царских вагонах, не давал интервью иностранной прессе. Занимая высший пост в советском государстве, он все время оставался в тени, предпочитая руководить из-за кулис. Его речь, всегда спокойная и рассудительная. Его интеллигентный внешний облик, с неизменным пенсне и бородкой клинышком, его миндалевидные, всегда чуть печальные глаза, скорее наводили на мысль о земском враче, чем о лидере большевистской партии. Нарком просвещения Луначарский писал о Свердлове так. Внутреннего огня в нем, конечно, было много, но внешне это был человек абсолютно ледяной. Когда он был не на трибуне, он говорил неизменно тихим голосом, тихо ходил, все его жесты были медленны. Однако Яков Михайлович был не так прост, как казался с виду. Свердлов был идеологом и организатором самых кровавых расправ. В июле 1918 года он санкционировал расстрел царской семьи. Именно Свердлов, а не Троцкий, был организатором красного террора, подписав 5 сентября 1918 года постановление СНК о красном терроре. А 29 января 1919 года Свердлов подписал циркулярное письмо ЦК об отношении к казакам, положившие начало кровавому расказачиванию. Свердлов вообще славился патологической жестокостью. Его стремление всегда идти на крайние меры удивляло даже товарищей по партии. На Урале, накануне революции 1905 года, Свердлов создал организацию под названием Боевой отряд народного вооружения. Быть в дружине Свердлова было почетно, но проверку проходили не все. Так один из будущих убийц царской семьи Ермаков, по заданию Яков Михайловича, в 907 году, убил полицейского агента и отрезал ему голову. Став председателем в ЦИК и расставив своих людей в исполкомах, Свердлов сосредоточил в своих руках огромную власть. Злые языки стали называть его красным царем. Но все же до полного воцарения Свердлову мешал авторитет Владимира Ильича, который был куда выше. В этой связи, весьма таинственным выглядит покушение на Ленина, 30 августа 1918 года, когда в него якобы стреляла полуслепая Фанни Каплан. Историк Валерий Шамбаров, прямо указывает на попытку Свердлова убить Ленина, с целью полного захвата власти. Вот что он пишет. Если посмотреть, кому в тот момент было выгодно устранить Ленина, то больше всех выигрывал Свердлов. После покушения, Свердлов первым прибыл в Кремль. Тогда многим казалось, что Владимир Ильич не выживет. Жена Свердлова сообщает, что в тот же вечер он занял Ленинский кабинет, подмяв под себя и Совнарком, и ЦК, и в ЦИК. Яков Михайлович, стал на несколько недель, фактическим главой советского государства. Именно Свердлов, провел спешное расследование по делу Фанни Каплан. Именно по его приказу, Каплан торопливо расстреляли и сожгли в металлической бочке на территории Кремля. Хотя она была подругой сестры Якова Свердлова. Через своих родственников, Яков Михайлович был связан с заграничной закулисой. Историк Петр Мультотули, так об этом пишет. Его брат Вениамин, еще до революции ездил в США, где некоторое время подвязался банкером, и вступил там в контакты, с банком Кунлейп и компанией, и банкиром Якобом Шифом, который как уже установлено, финансировал большевиков, а также переброску в Россию из США, Троцкого и группы его боевиков. Большинство историков считают, что если бы Свердлов не умер так рано, то в стране пели бы песни не о Сталине, а о нем. Во всяком случае, на пост Генсека в 1922 году, скорее всего безальтернативно был бы избран именно Свердлов, а не Сталин. И это понимали многие соратники по партии. Может быть поэтому, смерть Черного Дьявола не была случайной. Родился Яков, 22 мая 1885 года, в Нижнем Новгороде в еврейской семье. Его настоящая фамилия не Свердлов. Отец Якова, Мираим Мовша Израилевич Гаухман, с женой Италией Соломоновной, уехал из черты оседлости в Белорусском Полоцке и поселился в Нижнем Новгороде, где записался ремесленником-гравером под именем Мовша Свердлин, превратившись потом в Свердлова. Не все ясно и с его именем. Согласно историку Ивану Плотникову, по одним сведениям, Свердлов от рождения звался Ешуа Соломон Мовшевич, а по другим, Янкель Мираимович. Согласно метрической книге еврейского раввина Нижнего Новгорода, за 1885 год, он записан как Яков Аарон. Яков отучился четыре класса гимназии, учился прилежно. Однако после смерти матери в 900 году, материальное положение семьи ухудшилось. И его отец был вынужден забрать трех сыновей из гимназии и отправить работать. Яков стал учеником аптекаря. После смерти жены, отец Якова, Мовша Израилевич Свердлов, выкрестился, то есть принял православие, новое имя Михаил, и женился вторым браком на Марии Кормильцевой. Удивительными были и судьбы его родственников. Его старший брат Зиновий в 902 году стал крестником Максима Горького. Зиновий взял фамилию Крестного и стал Пешковым. Узнав об этом, Михаил Израилевич отрекся от сына. Разойдясь с Горьким во взглядах, Зиновий эмигрировал во Францию. С началом Первой мировой войны, поступил в иностранный легион. В сражении под Верденом потерял правую руку по плечо. Дослужился до генерала и получил орден почетного легиона. Карьера младшего брата, Вениамина, оказалась менее удачной. Перед революцией он сбежал в США. А в 1918 году, после своих мутных похождений в Америке, вернулся обратно в Россию. Работал в Наркомате путей сообщения, был членом президиума ВСНХ и директором Дорожного института. В 1938 году был арестован как троцкистский террорист, а в 1939 расстрелян. Уже в юности, Яша Свердлов, стал известным подпольщиком в Нижнем Новгороде. А в 1903 году, стал большевиком и профессиональным революционером. Вел агитацию в Костроме, Казани, Екатеринбурге. В отличие от многих лидеров большевистской партии, готовивших революцию из-за границы, из далекого Лондона и уютного Цуриха, Свердлов, как рядовой революционер, скитался по тюрьмам, каторгам и ссылкам. Это его роднило со Сталиным, с которым он познакомился в Нарымской ссылке, в 2012 году. А уже в 2013 году, Свердлов и Сталин, снова оказались вместе в Туруханской ссылке. Они несколько лет прожили в поселке Курейка, в одном доме. У них была возможность хорошо узнать друг о друге. Позднее Свердлов писал. Мы слишком хорошо знаем друг друга. Что печальнее всего, в условиях ссылки и тюрьмы, человек перед вами обнажается, проявляется во всех своих мелочах. Мы с приятелем во многом разнимся. С товарищем теперь мы на разных квартирах, редко и видимся. В свою очередь Хрущев, в своих воспоминаниях писал, что ему рассказывал Сталина жизни в поселке Курейки. Мы готовили себе обед сами. Собственно там и делать-то было нечего, потому что мы не работали, а жили наследство, которое выдавала нам казна, 3 рубля в месяц. Еще партия нам помогала. Главным образом мы промышляли тем, что ловили Нельму. Я завел себе собаку и назвал ее Яшкой, но конечно Свердлову это было неприятно. Он Яшка и у меня собака Яшка. Свердлов бывало после обеда моет ложки и тарелки, а я никогда этого не делал. Поем, поставлю тарелки на пол, собака все вылежит и все чисто. А тот был чистюля, брезглив. Вернувшись из ссылки, в марте 17 года Свердлов был направлен в Екатеринбург для организации восстания на Урале. В апреле Яков Михайлович становится делегатом на 7 конференции РСДРП. На ней он впервые лично встретился с Лениным и начал выполнять для него различные текущие дела и поручения. По предложению Ленина Свердлов, как главный кадровик, был поставлен председателем в ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов. Он провел основную работу по созданию органов советской власти в центре и на местах. Именно Свердлов открыл первое заседание учредительного собрания 5 января 1918 года, огласив Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, в которой Россия провозглашалась республикой. Он же был председателем комиссии по выработке Конституции РСФСР, объявившей диктатуру пролетариата. Авторитет и популярность Свердлова начали быстро расти. Троцкий о нем очень благожелательно отзывался, подмечая главный нюанс. Несмотря на то, что он был маленького роста, еврей, очкарик, физически щуплый и прочее, при всем этом он обладал крепким и густым басом. Владимир Ильич по этому поводу говорил, вот мы тут нарассуждали, аж самим непонятно как выполнять. Но ничего, Яков Михайлович, кому надо объяснить это своим свердловским басом, и дело уладится. По словам Троцкого, Свердлов стал законодателем большевистской моды. Начиная с 1917 года, Яков Михайлович неизменно носил кожаную тужурку, которую на людях никогда не снимал. По ее черному цвету он даже получил кличку Черный Дьявол. Впрочем, кожаными у него были еще и галифе, сапоги и даже фуражка. Отсюда в первые годы революции и гражданской войны, враги советской власти называли большевиков и комиссаров кожаные. Умер Черный Дьявол неожиданно, от испанки. Хотя несмотря на его щуплость, говорили, что он обладал богатырским здоровьем. 18 марта 1919 года, Свердлова с помпой похоронили у Кремлевской стены. По неофициальной версии, в начале марта для организации работы советских органов, Свердлов приехал в Харьков, который накануне был освобожден Красной Армией. На обратном пути в Орле произошла заминка. На фоне сильного голода забастовали железнодорожные рабочие. Яков Михайлович решил разрулить ситуацию и вышел из поезда, чтобы выступить перед железнодорожниками. Голодные рабочие, по-своему восприняли кожаного начальника определенной наружности. Свердлова то ли сильно избили, то ли закидали поленьями. Подтвердил эту версию, доктор юридических наук Аркадий Ваксберг. Ссылаясь на документы в Российском государственном архиве, он писал. Точная причина его смерти неизвестна. Тогда же распространился, видимо, не лишенный оснований слух, что в городе Орле он был смертельно избит рабочими. Но этот факт был якобы скрыт, чтобы не позорить революцию и не разжигать еще больше антисемитские страсти. Впрочем, могла быть и другая причина, неожиданной кончины Якова Михайловича. Это деньги. Дело в том, что Свердлов был хранителем так называемого алмазного фонда Политбюро. Его собрали из экспроприированных у буржуев ценностей. Фонд, вероятнее всего, был приготовлен на случай поражения революции, чтобы было на что скрыться и жить за границей. Одна его часть хранилась на квартире у второй жены Свердлова, Клавдии Новгородцевой. Другая часть – в сейфе в рабочем кабинете Якова Михайловича. Через несколько лет после смерти Свердлова, его жена Клавдия Новгородцева отдала то, что хранила дома. А вот сейф из кабинета Яков Михайловича куда-то пропал. И только в июле 35-го года, нарком внутренних дел Генрих Ягода, направил Сталину письмо, в котором сообщал, что на складе коменданта Кремля обнаружен личный сейф Свердлова, который не вскрывался 16 лет со дня его смерти. Ключи от сейфа были утеряны, поэтому, чтобы его открыть, из тюрьмы специально доставили вора-медвежатника Шныри. Согласно описи, подписанной тем же Ягодой, в сейфе обнаружили золотые монеты царской чеканки на сумму 108 тысяч 525 рублей. 705 золотых изделий с драгоценными камнями. Облигации царского времени на сумму 750 тысяч рублей. Множество чистых бланков паспортов царского образца и заполненных паспортов на имя самого Свердлова и неизвестных никому лиц. Говорят, что когда человек умирает, на его лице запечатлеваются все его пороки или достоинства. Посмертную маску сняли из лица Яков Михайловича. Увидев ее, психиатр Евгений Черносвитов воскликнул, маска Свердлова, воплощение зла. На нее неприятно смотреть.